Дисклеймер. Все, что сказано в этом видео, является исключительно моим мнением. Мое мнение может не совсем совпадать с вашим. Приятного вам просмотра. Сегодня я хочу составить свой собственный топ 10 самых недооцененных моментов между Чангуком и Тихеном. Десятое место. Это так громко. Чего хочет Чангук? Чангук хочет, чтобы Тихен посидел с ним. Чангук сразу же поставил тарелку Тихена рядом с собой, когда увидел, что тот приближается. Я хихикаю над тем, как очевидно он это сделал. Он мгновенно решил за всех, кто где будет сидеть. Он никого не спрашивал, просто посадил Тихена рядом с собой. Девятое место. Просто Чангук, который только проснулся и сразу фотографировать своего парня. Он заснял голые ноги своего любимого. Прежде чем продолжить, я хочу напомнить вам, что у меня есть канал в Телеграм, на который вы можете подписаться, если вы еще не подписаны. Название и ссылка есть в описании. Восьмое место. Совпадение или нет? Еще один неприметный эпизод, но какой показательный. Тихен заинтересовался сообщением в телефоне и тут же передал его Чангуку. Телефон, по сути, личное пространство, но в случае с Чангуком и Тихеном его нет. Рядышком вкуснее. Одинаковый вайп. Теперь понятно, почему у Чангука дома два шлема. Скорее всего, они оба умеют водить мотоцикл. Седьмое место. Тихен влюбился первым, но Чангук влюбился сильнее. Шестое место. Поведение пары. Вот почему я всегда говорю, смотрите на их поведение вне камер. Фото для их личной галереи, которые мы, вероятно, никогда не увидим. Пятое место. Просто сравните это. Чангук не хочется держать за руки с другими участниками, но он хочется всегда держать руку Тихена. Отношения между Чангуком и Тихеном действительно вызывают много интересных размышлений. Чангук, как правило, демонстрирует более нежную и открытую сторону, когда находится рядом с Тихеном. Это может быть связано с тем, что они обладают особой связью, основанной на доверии и понимании. В отличие от более формальных взаимодействий с другими участниками группы, их динамика кажется более интимной и теплой. Чангук может чувствовать себя более расслабленным и уверенным в себе рядом с Тихеном, что позволяет ему выражать свои чувства более свободно. Держаться за руки – это не просто жест близости, это символ их уникальной связи, который говорит о том, что они могут поддерживать друг друга в любой ситуации. Субтитры делал DimaTorzok Четвертое место. Забота Чангук делает массаж Тихену. Только руки способны снять боль Тихена. Как профессионально и с осторожностью лечит Тихена. Ченгук dernier Ченгук 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 Субтитры создавал DimaTorzok Третье место. Новости. Новые фото с Техеном из армии. 21 числа на учениях по пожарной эвакуации подразделение полицейского спецназа проводило учения. Техен принял в них участие. Реакция Чангука на вкусную еду. Я не могу с него. Армии из Китая сделали для себя открытие, осознав, что их семейная поездка в прошлом году совпала со съемками шоу Are You Sure? Просматривая видео с путешествия, они обнаружили, что случайно запечатлели Чангука. А в машине рядом с ним ехали Чимин и Техен. Представляю, как их накрыло после этого. Ну какие сладкие. Сводка новостей о Юнге. Репортеры в ожидании Юнге столпились у входа в полицейский участок, хотя полиция была против их присутствия. Слишком плотное кольцо, которое они создали, обеспечило бы им наличие фото и видеоматериала. В полицейском участке нет запасного хода, так что Юнге пришлось бы буквально прорываться сквозь дикую, тупую толпу гиен. Спустя несколько часов ожидания, Хайп выпустил заявление для Оузен. Юнге не появится в полицейском участке в Гинсен сегодня, 22 числа. Мы приносим извинения за задержку с предоставлением точной информации. В настоящее время сложно дать ответ относительно того, когда он появится в будущем. Пожалуйста, просим вашего понимания. Я так смеюсь из-за этого хаотичного Чангука. Новые фото с Джином. По всей видимости, он посетил своих сослуживцев. Когда Чангук присел сделать массаж Тэхёну, он выбрал весьма удобную позу. Корейские пользователи обсуждают форму Тэхёна. Вся экипировка весит около 20 килограммов. И это в такую жару в сочетании с интенсивными тренировками. Карма она такая. Сегодня главный судья Лигван Хён из 12-го гражданского отдела Западного окружного суда Сеула провел первое слушание по иску. В котором агентство Биг Хит и участники BTS Тэхён и Чангук потребовали 90 миллионов вон в качестве компенсации. От YouTube-канала Талдеок Кэмп Саянг присутствовали законные представители обеих сторон. Обвиняемая сторона заявила, что видео, снятое о Чангуке и Тэхёне, не было фальшивым и не нарушало личные права. Мы признаем, что само видео было сделано нами. Но, учитывая метод и содержание, это всего лишь мнение, а не ложная и дискредитирующая информация. Это не доходит до уровня ущемления прав личности. Второе заседание по иску состоится 25 октября. Поздравляем с получением поддержки. Празднование дня рождения Чангука. С рюкзаком, который был у Тэхёна на шоу, он ушел в армию. Эти уютные кадры никогда не надоедят. После выхода трейлера «I am style» рейтинг хайп в гугл по всему миру впервые достиг 100%. Трейлер документального фильма «Чангука» также является самой популярной темой в Твиттере в настоящее время. Мысли нам Джуна, я что прозрачный? Взгляд, который может снести только один человек. Этот Тэхён – олицетворение элегантности, и вы меня не переубедите. Владельцы билетов получат памятную фотокарточку Чангука с ограниченным тиражом и почтовую открытку за каждый приобретенный билет. Все мы серьезные и строгие люди, пока Чангук не начинает флиртовать. Чангук беспокоится о том, что он не хочет. Чангук в своем первом официальном трейлере предстоящего документального фильма размышляет о том, примут ли его поклонники в качестве сольного исполнителя, поскольку он выходит за рамки супергруппы «Кей-поп». «Я внезапно занервничал, я сделаю все, что в моих силах, ребята», – говорит он на корейском языке в начале трейлера фильма, который должен выйти в кинотеатрах по всему миру 18 сентября. На фоне кадров с тысячами фанатов, собравшихся на аренах и улицах, чтобы поприветствовать его, он беспокоится и говорит «Смогу ли я в одиночку и без поддержки BTS получить признание?». Размышляя об успехе своего дебютного сольного альбома «Голден», который вошел в чарт Биллбот 200 на второе место и включал в себя совместные работы с Джеком Харлу, Ле Тоу и Мейджор Лейзер, он говорит «Благодаря всем этим достижениям я обрел больше уверенности в себе». В трейлере есть кадры, как Чангук танцует и репетирует в студии, трейлер обещает показать нам 8 месяцев золотых моментов. После клятвы певца «Продолжать идти вперед» трейлер переходит к рассказу о некоторых успехах Чангука в чартах и кадрам из его видеоклипа на песню «Standing next to you», которая достигла пятое место в чарте Биллбот хот 100. «Я никогда не считал себя гением», — говорит Чангук, признавая, что он хорошо знает о своих творческих недостатках, которые только подталкивают его к самосовершенствованию. «Я просто следую своему компасу», — говорит он, — пока экран темнеет, а затем снова показывается Чангук, который прыгает через закулисную зону и выкрикивает легендарных фанатов армии. В промо-материалах обещают, что в фильме будет показано развитие Чангука как сольного артиста, начиная с его хита в «Биллбот хот 100» в июле 2023 года и заканчивая релизом его сольного альбома «Голден». Режиссером документального фильма выступил Джун Супак, а продюсером является Дживон Юн. Премьера фильма состоится 18 сентября в более чем 120 странах мира. Ничего такого, просто Чангук проверяет на месте ли пресс. Мало ли. Чангук получил награду «Самый популярный певец – мужчина Азии» на 38-й церемонии вручения наград. Он получит физический трофей за свою победу. Прекрасно понимаю Чангука. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Представляю, сколько таких фотографий в архиве Чангука. Вы можете получать столько же удовольствия от еды, как Чангук. Но тогда кушайте на здоровье. Продолжение следует... В течение четырех дней перед офисом Хайп в Янсенгу, Сеул, проходила акция протеста в знак осуждения Юнгин. Оригинальный отчет о протесте был распространен в социальной сети Twitter. Утечка личных данных организаторов протеста, как сообщается, произошла по ошибке чиновников районного управления Янсена. В отделу управления строительством и отделу управления парковками офиса Янсенгу были поданы жалобы на незаконную установку венков и нелегальную парковку, в основном от фанатов. Выступающих за Юнги, но чиновники объяснили заявителям, что нет никаких проблем, потому что это зарегистрированный митинг, и показали заявителям разрешение на проведение акции. Возникли разногласия, поскольку в нем указаны имена и адреса организаторов. Представитель исполнительной власти, организовавший митинг, заявил, это был официальный митинг без каких-либо юридических проблем, и я надеюсь, что вы перестанете подавать ненужные жалобы. Он также предупредил, что в случае распространения личной информации могут быть выдвинуты обвинения, такие как клевета, и заявил, после протеста в офисе Инсен-ГУ, мы обратились в полицейский участок Инсен с просьбой оказать содействие в принятии превентивных мер. Когда срочно захотелось внимания любимого. Тихен, а камбэк ту Минамджуна. Как он написал такую потрясающую песню? Мне интересно, что у него в голове. Клянусь, я сделаю кавер на эту песню однажды. Это, как Намджун, воплотил в жизнь именно ту музыку, которую я себе надеялся услышать. Когда я говорю, что хочу расширить свой спектр, это вероятно из-за Намджуна. И естественно, я не дам вам забыть об этом моменте. Чангук говорит Тихену, ты выглядишь так красиво. Чангук буквально подбежал к Тихену, чтобы сказать, что он красивый, но Чангук не знал, что их снимает камера. Поэтому, когда Тихен намекнул, указав, что их снимают, тот быстро ретировался. Наши отношения не для камер. Реакция Чангука, когда на мероприятии Келвин Кляйн вся стена была в его фотографиях. Давайте обсудим то, как Чангук буквально в прямом смысле не может оторвать взгляд от своего мужчины. На корейском шоу папа и я упомянули Тихена. В этом шоу участники надели такой же пиджак, какой носил Тихен в 2020 году, и отец представлял, что у него появился второй сын. Вы всегда найдете Тихена на Чангуке в самом хаотичном виде. «Это так драгоценно» — реакция фанатов на трогательный телефонный звонок Чангука и его матери во время выхода последнего эпизода шоу «Ар Ю Шур». В четверг 22 августа 2024 года вышел новый эпизод. Поклонники смотрели, чтобы увидеть моменты, которые разворачивались между друзьями из BTS во время их путешествия по трём странам — США, Японии и Южной Кореи. В этом эпизоде они также стали свидетелями телефонного разговора между Чангуком и его мамой. Мама Чангука позвонила, чтобы проверить сына в последнем эпизоде. Она спросила о его здоровье и поинтересовалась его тогдашними съемками. Более того, она попросила его приехать домой во время Чусока — праздника, который отмечают по всей Южной Корее. Когда этот клип появился в интернете, фанаты не могли не восхищаться трогательными отношениями Чангука с его мамой. Кроме того, фанаты не могли смириться с тем, что участники BTS и их семьи также были близки друг с другом. Вот несколько реакций на телефонный разговор между Макней BTS и его мамой. Это так драгоценно. Как изменился его тон голоса, и он стал каким-то детским. Боже, как я его люблю. Эта беседа просто согревает душу. Внезапно я заскучал по маме. Еще больше фанатов рассказали, как этот разговор заставил их либо рыдать, либо впадать в эйфорию из-за отношений айдола с его мамой. Разговор с его мамой такой полезный, в то время как мы с мамой только и делаем, что спорим. Его манера говорить очень похожа на манеру его матери. Это было так здорово. О боже, они буквально самые обычные люди, самые обычные парни, и я каждый раз нахожу это потрясающим. Боже мой, этот разговор такой милый. Напоминаю, что Чангук и Тэхён были категорически против использования одних и тех же палочек и приборов, если это не делается парой. Позрачные люди люди, состоящие в отношениях, со временем становятся похожими друг на друга. Ученые объясняют это наличием большого бессознательного доверия к человеку, чей облик приближен к нашему собственному. Второе место. Это так интимно. Когда понятия слишком близко для них не существует. Чангук был прав, когда сказал Техену, я вижу только тебя. Первое место. Вот так вот Техен урвал себе поцелуй Чангука и ему совсем не жаль. Это конец. Желаю вам прекрасного дня и чудесного настроения. Продолжение следует... Продолжение следует...